Ставрополь Как подчеркнул глава российского правительства, важным условием ускорения темпа строительства являются изменения в градостроительном кодексе. Они избавят застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации. Также в стране планируется возродить институт типового проектирования, в том числе для строительства социальных объектов. По одному из таких проектов сейчас в Ставрополе строится школа на 1550 учеников. В будущем работа по типовым проектам должна стать проще и быстрее. Хорошая школа, в которой мы сейчас были. Но, естественно, учитывая, что ряд параметров могут меняться, потому что если мы будем строить эту школу в Якутии, то, конечно, там совершенно другие требования. Поэтому мы готовы вот такую библиотеку повторных проектов ввести в одном из ведомственных учреждений Минстроя. Губернатор Владимир Владимиров в своем выступлении подчеркнул необходимость ужесточения ответственности для недобросовестных участников торгов на строительном рынке. Прежде всего тех, которые сознательно затягивают процедуру необоснованными жалобами и используют механизмы демпинга на аукционах. В конечном счете, это негативно влияет на сроки строительства социально важных для региона объектов. А таких в крае сегодня возводится немало. У меня только по нацпроектам 6,2 миллиарда прямых капвложений на ближайшую двухлетку. Это без еще дополнительных нацпроектов. Мы сейчас участвуем, пытаемся онкологический центр построить в Ставропольском крае, сделали проект дальше. Краевую больницу пытаемся, еще две школы пытаемся по другим программам завести. Владимир Владимиров также внес предложение помочь застройщикам с созданием инфраструктуры. Для этого компенсировать расходы на инженерные сети не по факту сдачи объекта, а субсидируя их строительство с самого начала, сокращая сдержки компаний. Еще губернатор затронул проблему, связанную с существованием неиспользованных участков земли, что сдерживает жилищное строительство в агломерациях Ставрополя-Кавминводы. Как прозвучало, только в пределах Ставрополя имеются пять территорий, которые в совокупности позволят обеспечить строительство более 9 миллионов квадратных метров жилья. Однако часть из них находятся в частной собственности и на протяжении долгих лет никак не используются и не осваиваются. Все предложения губернатора Ставрополя будут рассмотрены в правительстве России. А уже после совещания вице-премьер страны Виталий Мутко высоко оценил строительный потенциал Ставрополя. Край готов в ближайшие пять лет построить до 9 миллионов квадратных метров жилой площади. Причем из них процентов 40 это индивидуальное жилье. И вот, конечно, сейчас мы говорили, как вот эту инвестиционную большую потребность реализовать здесь. И, конечно, что может быть здесь держащим фактором. Конечно, это, прежде всего, инфраструктура, это подготовка инженерных территорий, это сегодня вопросы связаны с строительством социальной инфраструктуры, школы, больницы, детские садики, чтобы люди не заезжали в поля из домов, а было комплексное освоение. Отдельно обсудили развитие Кавказских минеральных вод. Ставропольские курорты набирают популярность. Это видно и по росту турпотока. А значит, поддержка федерального центра продолжится. Мы понимаем, что наши города-курорты, наши жемчужины нужно вытаскивать для того, чтобы поехали люди. Сейчас люди едут в Кавказские минеральные воды отдыхать. Рост туризма составляет порядка 20, ну там по разным направлениям, по разному, ну порядка 20% в год. Это очень хорошо. Но будем и дальше наращивать. В целом же, работу федеральных чиновников на Ставрополье можно оценить как непродолжительную, но продуктивную. Основные проблемы выявлены, пути их решения намечены. Теперь вопрос лишь в том, как скоро Ставрополье сможет этим путем пройти. Илья Захаров, Николай Попов, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.